Всем привет! Ну что, Серёга, готов сегодня ощутить все прелести такие сварочного мастерства? Да я вроде всё ощутил. Нет, сегодня будет вообще настоящая жесть. Будем сваривать оцинковку. Сразу скажу, что это вещь ядовитая, ядрёная, и лучше... Лучше я пойду. Нет, лучше принимать все меры, чтобы обезопасить себя, свое здоровье. То есть ты нас будешь сегодня учить, как правильно надо варить оцинковку? Ну я думал, сначала ты покажешь, как ты её будешь варить. А я просто каплю, всё, есть негатив, и там скажешь, что этого делать не надо. Да, этого делать не надо. Нет, в первую очередь, конечно, нужно себя обезопасить. Это либо на свежем воздухе работать, ещё плюс маску надеть, хотя бы обычную вот эту. Но лучше с угольными фильтрами. Либо работать с вытяжкой, хорошей вытяжкой, потому что это очень вредно, ещё раз повторюсь. И первый признак того, что ты отравился, это сладкий привкус будет во рту у тебя. Потом может болеть голова. Короче, такая штука. Вредная, опасная. Не смеешь ты меня. И лучше с ней не связываться. Нет, но если грамотно подойти, то почему нет? Варить можно. Надо так надо, давай. Давай. Я думаю, будет ролик интересный. Посмотрим, как Серёга справится с этой задачей. Поэтому усаживайтесь поудобнее, наливайте себе чайку, смотрите внимательно и не перематывайте. Начали! Ну смотри, нарезали я уже катушки. Подготовил. Сейчас мы их состыкуем. И уже вынесем, наверное, стол на улицу, да, чтобы здесь не дымить, да, и не дышать вот этой семь ядом. Будем варить на улице. Поэтому сейчас их состыковываем. Делать будем с небольшим зазорчиком. Для того, чтобы... Ну я уже как-то говорил в своих видео, что если состыковать вплотную, то, соответственно, меньше провар. И хуже видно сам шов, когда варишь. А сделать зазорчик, то будет лучший провар. И, соответственно, видно, куда электродом вводить. Где будешь варить, наверное, самый простой стык, это поворотный, чтобы особо там не заморачиваться. Потом уже, если приноровишься, у тебя получится, то там в одном из следующих видео уже не поворотный попробуем заварить. А так, когда просто поворотный, как удобно будет, так и будешь вращать трубу. Так, подсказать тебе, да, как лучше сдействовать? Конечно. Да. Смотри. Выставляешь зазорчик. Прихватываешь, как минимум, на три прихватки делаешь. Потому что, если будешь две прихватки сделать, то у тебя во время сварки трубу будет уводить. Она будет немножко наперекос. Поэтому, как минимум, три, лучше четыре прихватки. И можно, чтобы вообще обезопасить себя от цинка, да, можно немножко болгаркой сточить шовчик. Само напылением этого цинкованное. Можно, конечно, варить и так. Но тогда использовать побольше ток. Если мы варим, например, на 90-100 амперах, то для цинковки плюс 10% накинуть, на 110-115 амперах варить. Чтобы прожигало саму цинковку и спокойно сплавляло металл. Чтобы она не мешала нашей льге. Все, в принципе, я думаю, понятно. Давай, тогда сейчас прихватываем, выносим стол и будешь пробовать. Ну, хотя бы так вот, немножко подточить. Снять слой цинка, чтобы меньше дышать ядом. Хотя, выделяться он все равно будет, поскольку он находится также, да, и на внутренней стенке трубы. А его оттуда уже особо-то не сдерешь. Но все же, да, хотя бы уменьшим его концентрацию. Сейчас выставим зазорчик, небольшой, и все, попробуешь варить. Да, я тебе все подготовил. Прихватил. На 4 прихватки посадил. Маску зацепил на трубу, чтобы был нормальный контакт. Ну, и все, попробую сейчас заварить, как получится у тебя. Специально уже, да, вышли на улицу. Все по-честному. Если надо маску, дам маску еще, чтобы полностью себя обезопасить. Поэтому можно приступать. И сваривать будем электродами АК-46 диаметром 2,5 мм. Хотели тройкой, но тройку не нашли. Что-то, не знаю, все электроды куда-то уже израсходовались. Поэтому будем сваривать 2,5 мм. Ну, что, сам-то готов? Нет? Уже отвык, да? Как держать вообще электрод, не помню. Ну, рассказывай, рассказывай. Давай, сейчас, в общем, камеру тогда настраиваем. И уже будем смотреть. Ну, что, так-то вспоминается? Что-то, да. Ну, что-то прилипается, да? Может, ток побольше. Мало-мало-мало, вообще, да? Ну, ставь побольше. Разогревается. Что, какая-то? Ну, третья, получается. Что-то не прогревает металла. О, какой вонючий. Да. 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 Ну, ты провари по кругу, посмотрим результат. Все, надоело. Да, что-то, видишь, что-то у него не то получается. Так. Шлаг идет вперед. Ну, что, пойдем посмотрим. Как твои впечатления? Вонючие. Даже через маску. Ощущается, да? И по ощущениям уже подзабыл, как варить. Что-то вроде говорил. Ну, давай посмотрим. Ну, так, в принципе, так что? Заварено. Немножко, правда, чешуйки там далековато. Далековато, но. А так вон, в принципе. С самого начала вспоминал еще, как это делается. Знаешь, ты еще варил на себя, поэтому углом вперед варил, поэтому у тебя шлаг впереди был. Ну, все ползало туда, да? Да, можно было бы немножко, наоборот, углом назад и почаще делать прихватки друг к дружке поближе, и тогда получилось бы более-менее нормально. Все забылось. Не, ну, на самом деле, неплохо заварено. В принципе... Ладно, ты опять не с лишним. Нет, это знаешь, как научиться на велосипеде ездить? Да. Не забыл же? Потом два месяца. Два месяца не практиковался и все-таки не забыл. Дальше потом разогнался уже и пошел. У меня уже там, наверное... Поначалу еще ток был мало выставленный. Да, да, да. Я понять не мог, почему у меня вот все вот так. Не сразу допетрил, дальше надо ток-то увеличить. Угу. Ну, не особо. Практика еще раз практика. Не надо навыки терять. Надо постоянно нарабатывать. Так скажи, сложность была, не была? Воняло только и все. А так что, вари, давай. Я говорю, как только ты научишься сваривать, то в принципе уже все. Как бы любая, любая задача по плечу. Говоришь объяснять, а в принципе я даже не знаю, что тут можно объяснить уже. Как видишь, сам заварил. Конечно, да, немножко неаккуратный шовчик, но все-таки держать уже он будет точно. Нигде пропусков нет. Да, чешуйки, конечно, там немножко далековато друг от дружки. Но все-таки, так скажем, на герметичность не влияет. Поэтому более-менее нормально. Молодец, справился с своей задачей. Теперь главное, что можно посоветовать, да, электрод все-таки держать углом назад. То есть вести не на себя, да, а наоборот от себя. Чтобы шлак был сзади. И можно не в самом верху, не в самом верху вернуть, да, а немножко спустить электрод, чтобы металл и шлак уже стекал под своим весом. И ты просто будешь, поворачивая трубу, так же точка в точку, не обязательно, да, переносить электрод со стенки на стенку. Просто можно точка в точку произведить сварку. Ну давай теперь посмотрим, как это делает профессионал. Ну давай, так же вот сейчас на этом участке я заварю и посмотрим. Сравним. Давай. Ну и получается, Серега остановился на 80 амперах, значит и я буду использовать такой же ампераж. Разжигаю электрод. Я надеюсь, меня будет хорошо слышно. И как слышно, да, уже обгорает внутри цинка. Такое идет шипение. В принципе, сварка однотипная, как и всегда, точка в точку. Ничего сложного нет. Электрод держу под углом назад немножко, под уклоном самим, чтобы не в нижнем положении, а для того, чтобы металл стекал все-таки. И было хорошо видно сварочную ванну, шлак не мешался. И не спеша, возвращая электрод в ту же точку, откуда оторвал, произвожу сварку. И когда электрод отрываем, в это время поворачиваем саму трубу. В принципе, нет ничего сложного. Вот так вот. на крагах цинк остался кстати когда в маске варишь но нет не так чувствуется запах как бы нормально дополнительно дополнительно защита как это все равно хорошо хорошо помогает ну и что у нас получается на все потрясти трубу обгоревший цинк обгорает и вот превращается белый порошок который если долго варить везде потом повсюду ну еще убиваем шлак давай на свет шовчик чуть чуть пошире тут поуже что не водил такой что углом назад но сам под тип это постекает металл весь получается такой шовчик внутри там просто все обгорело что там плохо видно лишь там эти висят сопли на все белое можно под стучать если смотри и если видно провар везде вот здесь у нас заканчивается шов и соответственно тут же да и провар заканчивается проварено полностью все до этого места поскольку здесь уже начинается твой шов где ты вначале варил у тебя там было мало тока поэтому на проварчика здесь нет сам начали но потом уже поток немножко увеличил и также пошел провар в принципе молодец какие у тебя впечатления то остались принципе ничем отличается сварка да только и в запах то что она такая более ядреная поэтому надо обязательно себя обезопасить но и как я посмотрел что я не знаю учить на тебя уже нечего уже все нормально получается хотя если будем все-таки учиться дальше варить если тебе это будет интересно то уже будем рассматривать там сварку корня облицовку конечно интересно вот тогда там уже более подробно об этом поговорим но так уже навык я скажу что ты не потерял хоть и два месяца и не связывался с варкой то справился вполне прилично да это повезло просто и не это и поворотный стык было если не поворотный еще где-нибудь там у стены ну принципе ошибок особых не было как бы нормально про то что углом вперед у тебя и проплавление меньше и шлак впереди мешает вот это да ну это то что этим не связываешься постоянно поэтому просто варил как было более удобнее но так неплохо в принципе справился я рад за тебя что не надо тебя заново учить понимаешь что человек который видит сварочную ванну сам понимает процесс то есть никого труда не составляет да да если ты уже самое главное увидел сварочную ванну то в принципе заваришь все что угодно ну все на этом будем с вами прощаться спасибо что досмотрели это видео до конца подписывайтесь на канал если еще не подписаны обязательно заходите в нашу группу вконтакте ну все до новых встреч всем пока до машины не стоит не стучи не поможет уже сладость есть есть что-то есть